Действительно, очень высокая проблема существует у того, что мы работаем с коморбидными пациентами, выражены очень сопутствующие патологии, а в то же время предоперационный период при поступлении всего 1,2 койка дня в нашем институте на отделение. У вас в Томске сколько примерно? Дни около 4-5. Ну, в этом плане, да, немножко вам как бы повезло, но вот за счет того, что вот идут увеличенные такие обороты, то вот у нас, видите, он очень маленький этот койка дня, и понятно, что подготовить пациента с коморбидной патологией за это время, да и за четверо суток вряд ли, в общем-то, мы можем, но мы имеем время, потому что при первичном обращении к врачу-онкологу в той же нашей поликлинике и при проведении обследовании и до госпитализации проходит время, ну, минимум две недели, а иногда и больше. То есть есть у нас возможность именно на этом этапе, на уровне поликлиники, начать уже подготовку пациентов непосредственно к операции. Юридические обоснования – это наш приказ 919-й, в котором сказано, что 30% рабочего времени анестезиолога-реаниматолога отводится на осмотр, консультирование больных в амбулаторных и стационарных условиях. Мы на поликлиническом этапе начали осматривать пациентов где-то 2,5 года назад, начинали анестезиолог и терапевт, а вот сейчас обратите внимание, что очень важно, осуществляется мультидисциплинарный такой вот подход во время приема, в частности, врача-анестезиолога, а рядом проводится прием врача-хирурга, терапевта, ангиохирурга, невропатолога, кардиолога и вот совсем недавно еще подсоединился к нам врач-анестезиолог. То есть при необходимости принятия какого-то решения или, в частности, по эксконсилиуму, мы всегда можем обратиться к специалистам смежных специальностей. Как попадает пациент к врачу-анестезиологу? Естественно, первично это осмотр лечащего врача и за основу мы взяли схему, которая используется нашими зарубежными коллегами, в частности, вы вот эту схему можете найти в замечательном анестезиологическом издании профессора Миллера. Схема состоит из пунктов А, Б, С, Д. На пункт А врачам при первичном осмотре оценивается риск хирургического вмешательства. Элементарно просто провести оценку функционального статуса. И существует пять клинических предикторов, на которые необходимо обратить особое внимание. Это ишемическая болезнь сердца, компенсированная или имевшаяся в анамнезе сердечная недостаточность, церебровоскулярная болезнь, сахарный диабет, почечная недостаточность. А далее по результатам вот этих предыдущих трех пунктов проводится оценка. Первое. Если существует хотя бы одно из перечисленных этих пяти клинических предикторов, то обязательно должен осматриваться пациент врачом общей практики, терапевтом или кардиологом. Если ни одного из пяти клинических признаков нет, но имеется плохой функциональный статус и плюс высокий риск хирургического вмешательства, обязательно должен осматриваться врачом-кардиологом. Ну а если ни одного из клинических предикторов нет и приемлемый функциональный статус, то дополнительной консультации не требуется. И здесь очень важно следующее. Вот запись, утверждающая, что операция не противопоказана, не является достаточной для разработки плана безопасной анестезии. Я имею в виду запись нашего коллеги, врача-терапевта. И следует, чтобы запись констатировала имеющиеся медицинские проблемы у пациента, методы лечения, а также результаты диагностических тестов. Вот в качестве примера мы приводим пациента с выраженней сопутствующей патологией со стороны сердечно-сосудистой системы. Да и грядет, посмотрите, пожалуйста, очень травматичная операция, такая как резекция бифуркации трахеи. И мы получили такую очень интересную, интригующую запись нашего коллеги, что даны рекомендации по питанию и операция не противопоказана. Понятно, что, конечно же, такие записи, они никакой ценности не имеют, хотя самое удивительное для нас юридически справка от врача-терапевта дана. И мы, согласно этой справке, можем рассматривать непосредственно возможность проведения оперативного вмешательства. В предоперационном периоде можно, кроме непосредственно сопутствующей патологии, воздействовать на анемию. Существуют специальные методы предоперационной коррекции анемии, различные стандарты международные. Михаил Николаевич уже говорил в своем сообщении о коррекции трофологического статуса. К сожалению, по сути дела, это, по большому счету, это проведение сиппинговой терапии, которая вряд ли может полностью компенсировать и улучшить метаболизм. Но, во всяком случае, уменьшить белковую, не допустить дальнейшей белковой недостаточности, этот вид терапии вполне возможен. Итак, мы в итоге получили так называемый мультидисциплинарный алгоритм оценки на догоспитальном, я подчеркиваю, поликлиническом этапе. Придя от врача-хирурга и терапевта, пациент с выраженной сопутствующей патологией, он осматривается врачом-анестезиологом, оценка риска идет, пациент подготовлен на операцию. Если оценка риска высока, то и требуется подготовка, идет консультация специалистов, и назначается определенная подготовка, после чего пациент возвращается, оценивается риск. Если проведение операции возможно, то мы разрешаем допуск, даем допуск операции, но обратите внимание на такую запись, в том числе через проведение эксконсилиума. Юридические вопросы чрезвычайно важны, к сожалению, очень сложны, и вы прекрасно об этом знаете, поэтому, в общем-то, одному человеку, одному врачу полностью ответственность за пациента брать, наверное, не стоит, и вот этот консилиум, я хотел бы подчеркнуть, играет очень важную роль. Если оценка риска высока, и пациент не готов к операции, он переводится на специализированное лечение, после которого рассматривается возможность оперативного или альтернативного лечения. Обратите внимание, пациент не брошен, им занимается, и мы занимаемся подготовкой, и непосредственно согласно рекомендациям по предоперационному обследованию пациентов, при введении внесердечных хирургических вмешательств соблюдается истрофикация пациентов по группам риска, идет персонифицированная оценка самого риска и индивидуальная подготовка, предоперационная подготовка пациента. И, уважаемые коллеги, в заключение я тоже хотел бы поблагодарить всех наших коллег, все наше отделение за ту помощь, и то, что мы не только можем сегодня, сидя здесь, говорить о чисто литературных данных, но и говорить о практически полученных результатах. И также хотелось бы пригласить вас на нашу конференцию «Белые ночи». Благодарю вас за внимание. Спасибо. Продолжение следует...